В результате атаки беспилотника была остановлена работа по меньшей мере половины производства нефтеперерабатывающего завода «Лукоэл» Нижнегороднефтеоргсинтез в российском городе Кстова. По данным РосСМИ, ударный дрон попал непосредственно в установку перегонки нефти. На территории предприятия возник пожар. Горела нефтебаза и в Орловской области. По данным местных властей, пожар начался из-за атаки беспилотника. Сообщается также, что из двух ближайших к нефтебазе многоэтажек эвакуировано 17 человек. Для нас в любом случае это говорит о том, что на России есть неравнодушные люди, на России есть те, кто действительно может делать технологические прорывы в плане использования беспилотников разных типов. Ну и собственно, если НПЗ принимает на грудь какой-нибудь беспилотник, то в любом случае это хорошо для нас. Потому что, во-первых, война возвращается туда, откуда она пришла в Украину и против Украины, украинского народа. Во-вторых, это удар по экономике, это те самые санкции, которые бьют прежде всего по вооруженным силам Российской Федерации. Кроме того, в Санкт-Петербурге масштабный пожар вспыхнул в районе Южной ТЭЦ. Как утверждают местные власти, загорелся склад на территории одного из предприятий. В ангаре горели деревянные палеты. В МЧС России утверждают, что пожар уже потушили. Но о причине возгорания так и не сообщили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!